Начнем по традиции с рывков и прорывов Пилотов авиакомпании Аэрофлот предупредили, что некоторые самолеты могут выкатываться за пределы взлетно-посадочной полосы Информация, видимо, ДСП, но я так понимаю, где-то все-таки протекло Связана эта радость с неисправностью тормозной системы на отдельных машинах Из-за санкций пока починить аварийные машины не представляется возможным Но они продолжают летать, тем не менее Сейчас таких бортов в компании 9, да Вы не ослышались, 9 самолетов Аэрофлота уже летают без тормозов Чего? Веселуха у Дэцелодома, классно же, не находите Мы строили, строили и, наконец, приплыли 25 лет вставания с колен, 15 лет импорта расхищения Ой, простите, импортозамещения, конечно же Нам завидует весь мир Правда, все это в телевизоре, а в реале Полетели В рай, скрипец Ну, полетели Начинаем И, как обещал, сегодня в выпуске разберем то самое большое интервью Которое давал моему коллеге Павлу Иванову на медне Вот это, точнее, даже не интервью Будем разбирать Пробежимся по комментариям, пост эфирным Вот как будто бы их левоидейных чуваков, пашиных зрителей Которые, впрочем, создалось такое впечатление Не особенно-то и разбираются в тех идеях Ну, за которые ратуют Хотя, как по мне, скорее всего, этих людей просто ввели в заблуждение Они ведь тоже жертвы пропаганды наравне с запутинцами Кстати, ну вот хочется людям во что-то верить Кто-то верит в добропорядочного царя Кто-то в Карлсона Кто-то в магов и колдунов вообще А эти вот в светлый образ социализма Опираясь на какие-то приятные воспоминания из детства, юности Скорее всего, так и есть И в этом нет ничего удивительного Ну, действительно, самые добрые воспоминания у нас у всех Они ведь из прошлого И вернуться в то прекрасное, беззаботное, молодое Чаще всего прошлое, понятное желание каждого человека Ну да, мы ушли в сторону Сегодня развенчиваем мифы, коими кормят людей, считающих себя приверженцами левых взглядов Это реальная журналистика Поехали! И сразу с места в карьер Почему меня постоянно в либералы записывают? Почему, блин, в России Если у человека есть хоть какая-то гражданская позиция Гражданская, подчеркиваю Его тут же пытаются раскрасить в какие-то политические цвета Спасибо! Не надо, я вообще не люблю в гад пачкаться Простите за слово пачкаться А уж по поводу политиков Бесчетное количество раз говорил Но, повторюсь, для особо одаренных Политикам я не верю От слова совсем Никаким Ни либералам И ни демократам И ни коммунистам И ни елпидорам Ну, вы поняли Не уж тем более тем Которые, прости господи, представляют партию Есть Путин, есть Россия Ну, не верю я этим проходимцам Сколько раз это еще нужно сказать Ты все передал, как я просил? Да передал Он же, сука, редкая Как ты вообще с ним разговариваешь? Да все политики, суки Нужно просто грамотно их развести Чтобы его интерес совпали с твоими Будьте добры, помедленнее Я записываю Вот и я примерно так же отношусь В данной категории граждан Правда, немного мягче об этом высказываюсь У политиков не бывает друзей У политиков есть только попутчики Которые бегут рядом до нужного им поворота И я оное знаю Потому что в силу своей профессии Столько этих чучел перевидал Поэтому еще раз Я им не верю посему И придерживаться Тех или иных политических взглядов В моем положении глупо Я свободный человек Вот в этом заключается моя позиция Гражданская позиция И это же я хочу донести до вас А впрочем Вот если чисто лингвистику Слово либерализм разобрать на атомы Происходит оно от латинского Либералис Или от английского Либерти Свобода, свободный Ну тогда и либерал что ли получается Бред конечно Но на данном этапе Пусть будет по-вашему Но это не точно Продолжаем Следующий излюбленный миф Типа левоидейных Это вы Либералы и демократы Разрушили Советский Союз Господи Сколько ж раз в своей жизни Я слышал данные бредни И тем не менее Попытаюсь парировать И даже с элементами Аргументации А дело в том Дорогие мои хорошие Что когда Советский Союз Прекратил свое существование Мне было 12 12 лет Представляете Единственное Что я тогда мог разрушить Это мечты мамы и папы О том что их сын Будет учиться только на пятерке Больше скажу И Навальному было примерно Столько же Ну мы практически ровесники И Кацу И Ксении Собчак А впрочем Ну это же не важно Верно Все равно мы Тот Советский Союз Развалили Ну тогда у меня Вполне резонный Встречный вопрос Что же это за страна Такая Великая империя Как вы говорите Которой вы бредите Если ее армия Масопливых малолеток На горшках Умудрилась В щепки разнести Значит Острая тема Если же отбросить Степ в сторону Ну потому что Я действительно понимаю Что делая вот эти Пусти глупые заявления Ребята конечно же Не меняем И эту виду Тогда у меня другой вопрос Разникает И теперь уже серьезный Они пытались Вы спросить себя В первую очередь Откуда Те либералы И демократы В зелених Которые в конечном То итоге Уничтожили СССР Ну не на грядке Же они выросли В конце концов И не аисты Их сюда притащили Че Так это ж доморощенные Проходимцы Это продукты системы Вчерашние комсомольцы Профсоюзные деятели И даже члены КПСС Че 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 Они пытались Ознакомиться С биографиями Тех людей Которые Сегодня Во власти Находятся Ой блин Так это ж те самые О которых только что Сказал вчерашние Комсомольцы Профсоюзные лидеры Партийные деятели Так это ж они Получается Страну то Прикапывали И крестик На могилку Союза Как раз Они устанавливали Вот это поворот А че ж вы их В таком случае Не критикуете Им то почему Не предъявляетесь За развал Великой некогда Империи Ааа Сык это На либералов И демократов Проще все свесить Да Они их сдачи не дадут Тем более Иных уж и нет А те далече Ну и чем Вы тогда Отличаетесь От этих Которые в данный момент У кормушки Тусуются Они ведь тоже Все время Каких то Мифических Врагов Ищут С ветряными Мельницами Борются Пытаясь Переложить Больной головы На здоровую Вы то одни К чем Отличаетесь Значит так Жалкие Избильд Ничтожная Немецко-фашистская Сволочь Мерзавцы Они журналисты Жалкие Наследники Геббельса Вы Не знающие Ничего Кроме Анальных Наслаждений Завидуете Великой Дружбе Российских И корейских Народов Нет Ладно Переходим К основной Части Марлизонского Балета Наиболее Любимая Сказка Для меня По крайней Мере На самом Деле Во всем Виноваты Проклятые Капиталисты Это И халчные Ручонки Кукловодят Мы Пожили При капитализме И теперь Точно Знаем Что Ничего Хорошего Оно нам Не принесет Добро Пусть так Но Для начала Опять же Задам Простой Вопрос А он Вообще Был В России Хоть Когда Капитализм То Этот Вы Понимаете Вообще О чем Говорите Давайте Попробуем Разобраться Только Без Популизма Без Криков И Лозунгов Вы Сами Богатый Человек Почему Спрашу Потому Что Я Спрошу Я Скажу Почему Потому Что По декларации Получается Что У вас Даже Машины Нет Ну Уж В это Я Не Могу Поверить Пчелы Есть Подразумевает Наличие Капиталистов Конкретных Капиталистов С именами Фамилиями Паролями Явками Так или нет То есть Он Подразумевает Наличие Частного Капитала Вот Википедия Кстати Об этом Пишет Цитирую Социальная И экономическая Система Производства И перераспределения Основанная На частной Собственности Внимание Вопрос Назовите мне Хоть Одно Предприятие России Которое Подпадало Под данное Определение У нас Вообще Такие Предприятия Хоть Когда-то Существовали Только Не надо Мне Вот Этого Сейчас А как Олигархи Или Под Олигархами Вы Имейте Ввиду Вот Этих Вчерашних Комсомольцев И парт Функционеров Которых Еще раз Породила Сама Жи Система И Которые В 90 Пользуясь Своим Служебным Положением И Всеобщей Неразберихой Присвоили Или Украли Так Будет Правильнее Все То Что Создавал Десятилетиями Целый Народ Огромной Страны Вот Их Вы Капиталистами Считаете Это Они Что Частный Капитал Страшно Очень Страшно Мы Не Знаем Что Это Такое Если Мы Знали Что Это Такое Мы Не Знаем Что Это Такое Так Я Вас Расструю Товарищи Нет Это Не Капиталисты Это Воры Обычные Парашные Беспонятийные Причем Выходцы Из Ваших Еще Недавно Те Воры Рассказывали Народу Сказки О Ценностях Которые Сегодня Вы Декларируете А потом Просто Взяли И Все Их Кинули Но Даже По Прошествии Тридцати Лет Ваши Лидеры Боятся Называть Имена И Фамилии Этих Людей Боятся Называть Имена И Фамилии Людей Которые За Ними Стояли Да И Стоят До Сих Пор А Когда Начинаешь Задавать Вашим Лидерам Острые Вопросы Причем По Делу По Существу Включают Обиженку Например Хотите Пруфов Их Есть У Меня Пожалуйста Меня Сложно Оскорбить Вы Сейчас Извиняйтесь Вы Сейчас Извиняйтесь Или Мы Прекращаем Трансляцию Я Проходить Опять Вы Вы Даете Желаемое За Действительное Я Сказал Можете Перемотать И Посмотрите Сказал Вы Ведете Себя Как Какой Нибудь Проходимед Жириновский Я Что Сказал Что Извинение Я Не Буду Извиняться Я Не Считаю Что Есть За Что Извиняться Потому Что Это Ну Как Минимум Во Первых Ну Все Человек У Нас Отключился Поэтому Дорогие Друзья Вот Такая Вот Сегодня Получилась Трансляция Те Кто Видели Этот Эпичный Эфир Знают Из-за Чего Случился Конфликт Мы С Платошкиным Как раз Обсуждали Примерно То же Самое О чем Распинаешь На протяжении Всего Сегодняшнего Выпуска Как Получилось Что Все Самые Жирные Куски Советского Наследия Достались Каким То Жуликам И Почему На этом Фоне Долгие Годы Молчала И Молчит КПРФ Которая Кстати Представлена Во всех Уровнях Власти Более Того Был Момент Когда Левым В Государственной Думе Принадлежало Большинство Мест Речь о Втором Созыве Период 1995 1999 157 Мандатов Было У коммунистов Плюс Аграрии Плюс Народовластия Они Тогда Были Реально Левоцентристским Большинством Но И это Еще Не Все Коммунист Селезнев Являлся Председателем Госдумы И вот Значит Когда Я Обо Всем Этом Начал Спрашивать Господина Платошкина Чем Все Закончилось Я Только Что Показал Кто Не Видел И Кому Действительно Интересно Посмотрите Ссылку Оставлю В описании В закрепленном Комментарии Некоторые Начинают Какие-то Игры Играть Вот Я Сам Был Два Раза Уже Меня Просто Подставили Я Это Видел Причем Это Члены ЦК Президиума Президиума ЦК И Ты Понимаешь Я Прихожу Слушай Ну Это Предатели Он Говорит Ну Время Не Пришло Да И С Предателем Будем Разбираться Потому Что Это Вся Такая История Сложно 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 Ну Да Мы Отвлеклись Мы О капитализме Говорили Как Об одном Из Основных Мифов Коими Дурач От Адептов Секты Свидетелей Левостороннего Движения Впрочем Вот Здесь Я Был Остановиться Пока Продолжим Давайте В следующем Выпуске Материалы Еще Огромное Количество Сказать Действительно Есть Действительно Переваривайте Пока Услышанное Ну И Хороших Выходных Это Была Реальная Журналистика Сегодня Вот Так Подписывайтесь На Канал Лайки Репосты Приветствуются Оно Помогает Продвижению Видео В соцсетях Тоже Жду Напоминаю В Вконтакте В Одноклассники Через VPN Остальные Площадки Без Ограничений В друзья Добавляйте С тем И предлагайте Поднимем Обсудим А я Засим Наконеца Пока Пока